дорогие мои друзья приветствую вас всех на своем канале сегодня я хотела вот заняться растениями присадить два горшочка с орхидеями вот эту вот красавицу хотя она и цветет вот видите продолжают еще цвести и здесь вот продолжает свои бутончики и вон он она уже видите выпустила новый цветонос но я хочу ее пересадить потому что мне кажется ей не хватает питания она очень-очень давно уже посажена в этом горшке и тут вообще очень много растений потому что большинство из них по выпускала цветоносы из точки роста вот тут есть и мама и детки и вот это вот растение вот как она называется ход кис а вот помните это стоял у меня на самой верхней полочке и когда я очередной раз поливал она у меня упала и поломала цветоносы мне пришлось его обрезать и вот как я уже говорила видите я ставила запаивать орхидейки воском потому что садового вар у меня нет вот обрезала до первой нераспустившиеся почечки и запаяла и хотела будет пересадить значит я все подоставала вон приготовила кору и приготовилась вот села порезала кору которую недавно покупала на ойлы x вы знаете я заметила я когда ее достала в коробочке заметил что она заплесневела и сейчас я хочу замочить эту кору прежде чем начинать пересадку сейчас вам покажу хочу и за замочить вот фитоспорине чтобы немножко пропитался этот фитоспорин в кору чтобы там не было в общем не было разных бактерий потому что плесень прямо зеленого цвета я заметила она этой орхидейки смотрите тут у нее смотрите какие грибочки это я видела грибочки сейчас вам покажу какие грибочки шикарные смотрите какие шикарные грибочки на ней растут ну в общем друзья сейчас я набрала 2 литра воды и разбавлю и замочу кору покажу вам друзья буду я замачивать кору вот в таком вот средстве это спали но на меня уже заканчивается надо будет новый купить набрала 2 литра воды и на 2 литра буду брать вот этой вот ложечкой здесь ложечки 1 грамм значит 2 грамма на 2 литра воды вообще раньше я этого конечно не делала потому что коробки не было у меня в таком сухом виде коробки никогда не плесневела но после того как я пересадила розовую свою орхидею если вы видели в такую стеклянную колбу после полива это кора так ну все там почти ничего нет это кора заплесневела ну я думаю ну узнаете как полила и она заплесневела а потом полезла вот свою вот эту вот коробочку в этой коробочке у меня хранится кора и когда она готовила все для вон видите коробочка стоит когда готовила все для того чтобы начать пересадку заметила что кора покрылась зеленой плесенью поэтому я хочу немножечко ее обезвредить зальем и пускай постоит минут 15-20 и когда уже пересажу орхидейку сразу поливать не буду потому что не хочу чтобы плесень вот такая зеленая появлялась прямо в горшке чем не очень-то мне этого хочется поэтому заливаю сейчас она конечно поднимется потому что она сухая придется ее помешивать может быть чем-то знаете накрыть таким чтобы она утонула в этой водичке вот как раз ровно 2 литра и ушло все друзья я накрою постоит может быть от силы полчаса и потом мы займемся с вами пересадками пересадка я буду вам все показывать как я делаю если вам интересно вы будете смотреть друзья вот такую конструкцию я соорудила видите поставила небольшие такие горшочки они не очень тяжелые но вода все равно поднялась кора опустилась немножечко и дам коре немножко пропитаться этим средством и потом мы начнем ой ой начнем с вами пересадку буду вам показывать то что делаю я и как я делаю если вам интересно то вы будете смотреть дальше если нет ну значит нет приглашаю тех кому интересно встречаемся через полчаса итак друзья приступаем я слила воду прошло ровно полчаса а вот сейчас сниму вот эти крышечки отвезти ну будем надеяться что все будет хорошо давайте начнем я знаете как распределила вот эту вот орхидей q я посажу закрытую систему а вот эту посажу вот такой вот двойной двойную посадку сюда я уже добавила немножко керамзита и добавила коры сверху чуть-чуть такой крупной в эту добавила немножко коры давайте начнем с вами вот с этой орхидейки так где-то я видела вроде бы так неплохая но есть движение вот есть раскопленные корни посмотрим может быть не придется мне полностью ее тормошить может быть знаете как сделаю перебалкой давайте достанем ее сначала классно достается она достается классно здесь она застряла это сухой корешочек положим в сторонку смотрите вот один раскопленный коря корешок вот второй раскопленный корешок сверху у нее нет придется тормошить я и не вынимала торт стакан хотя добавляла сверху свежей коры придется ее не тормошить чтобы этот торт стакан убрать вот видите вон там торт стаканчик есть сейчас мы его уберем сейчас я его попробую вот так вот снять корешки не дают корешки не дают идут его вырезать вырезать так аккуратненько аккуратненько одну часть вырезаю эту по кусочку все было бы хорошо если вы знаете вот почему они сами не удаляют тоже стаканы было бы вообще отлично они их выращивают я понимаю них выращивают в этих торфяных стаканчиках так все сейчас посмотрю если есть нехорошие корешки вот этот вот мягкий то надо будут убрать некоторые корни мягенькие так уберу этот торф стакан немножко подальше потому что немножко часть буду я использовать и этой коры она неплохая здесь кора и нету единственное что вот эти грибочки надо будет убрать смотрите какие грибочки знаете что вот недавно вроде бы поливала вот этот вот сухой корешок вот вроде бы поливалась буквально пару дней назад но у нее уже такие знаете довольно ну чуть-чуть влажные вот еще нашла корешочек который надо обрезать вот здесь так все чтоб не падала в этот грунт так вот еще сухой кусочек ну все вроде бы неплохая у нее корневая система здесь есть чешуйки которые сейчас я поснимаю это наверно тут было не чешуйки тут наверно был цветонос который срезали еще наверно в самом начале так и вот еще видите цветонос ну что теперь можно и и попробовать присадить так я на низ покидаю вот этой крупной коры я буду использовать и эту кору и которую вот буквально недавно купила пару пеней сейчас порасправляю чтобы было видно и будем засыпать немножко этой корой немножко той этой пользуюсь совсем понемножку потому что ее очень мало надо будет еще сходить магазин и еще подкупить вот эти вот палочки мне не нравится вроде неплохая кора но знаете что друзья мне довольно много мусора вот и вот и вот этот маленький листочек не буду убирать пускай себе теперь буду немножко это и в общем разные карты будут добавлять ой знаете что я забыла я забыла сюда принести мог друзья пошла замком и так я принесла мог вот так вот у меня мог смотрите как он растет у меня он он у меня живет в холодильнике и растет раньше я его просто пленочкой прикрывала смотрю что вот эти вот живые растущие эти они упираются и я решила знаете сделать такую воздушную подушечку ему так вот так вот по чуть-чуть буду брать и туда вставлять по кругу не сильно много потому что он потом разрастается так и вот туда вниз аккуратно палочкой орудует чтобы не поломать корни так пока в сторонку уберу его и немножко засыплю старой коры старой коры засыплю чтобы у нее было ее микрофлора я палочка туда вот во внутрь и надо положить аккуратно кору потому что внутри там пусто под шею под шею под шею под шею друзья под шею фактически получается я вот эту вот ее кору которая у нее было можно туда все и засыпать я рукой заслоняю до ничего не видно этот у меня горшочек друзья без дырочки без дырочки поэтому здесь будет чисто такая закрытая система вроде бы в середину ну в серединку до оставила аккуратно по серединке розеточку она сместилась она сместилась сторонку так тут у меня еще есть такая чуть помельче кара защиты чуть помельче и 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 в общем вот так вот сверху засыпаю получается очень так у меня здесь такой знаете микс разной коры с разной коры сегодня поливать не буду эту орхидейку потому что кора влажная подолью может быть завтра или через день и как раз кора подсохнет немножечко и потом я полью и заработает микориза здесь посадки потому что вот эту вот кору вот эту вот я обрабатывала микро микоризой если вы смотрели мою пересадку вот совсем недавнюю я там показывал как я открываю этот пакет скорой и как я туда добавляла эту микоризу вот так не буду полностью засыпать лучше потом со временем как мне подсказала наталья добавлю еще туда коры если будут расти новые корешки можно будет сверху добавить коры вот единственное что мне не нравится что она шатается надо поставить такую кору чтобы она стояла так знаете плотно под шею надо выбрать потому что мне не нравится как она шатается и немножечко вроде бы наверно сейчас поставлю палочку туда и прикреплю палочку ну вот этот держатель и прикреплю ее за держатель чтобы все таки она не шаталась так ну в общем первая орхидейка готова я сейчас отключусь вот и немножко здесь приберусь поставлю держатель и будем начинать вторую орхидейку